В этом видео настройка дизайна результатов в идущей странице поиска и дизайн страницы ошибки 404. Популярная ошибка страница не найдена. В данном случае на нашем сайте эти страницы еще не настроены. В прошлых видео мы с вами настраивали внешний вид блога и записей. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, чтобы проверить сейчас в каком состоянии находится внешнего вида нашей страницы, просто в поиске можем что-то поискать. У меня есть две записи с названием Elementor. Я начинаю искать. Поиск работает, все хорошо, но внешний вид у него идет от темы DV, не настроенный. Например, я не хочу в поиске, чтобы вылазил у меня сайт бар. И вообще здесь это все не настроено. Значит, сейчас будем настраивать. И как проверить дизайн страницы ошибки 404? Вы можете искусственно вызвать данную ошибку. После вашего адреса поставьте слэш и наберите какие-то произвольные символы той страницы, которая у вас не существует. Нажмите Enter и посмотрите. Отрабатывает как нужно. Наш сайт показывает, что ничего не найдено. Но на самом деле страница не настроена. Тоже выводится здесь виджет с рубриками. Тоже это здесь не нужно сделать. Потому что мы можем в дизайн нашего сайта оформить данную страницу. Давайте в этом видео этим и займемся. В админке нашего сайта переходим с вами в DV, Theme Builder. Создаем отдельную страницу для результатов выдачи поиска. Здесь я нажимаю плюс. В самый низ прокручиваем. Видите, у нас уже заготовлено здесь есть результат поиска и 404 page. Вот как раз таки это ошибка. Внешний вид именно этой страницы ошибки. Выбираю результаты поиска. Нажимаю создать шаблон. Здесь в появившейся новой плитке я нажимаю на среднюю вот эту плашечку. Создать собственное тело нажимаю. Здесь выбираете колонку или колонки. Я выбираю одна колонка. Здесь выбираем именно вот этот блок. То есть его тоже можем использовать в результаты выдачи. Здесь обязательно переключаем вот этот ползунок. И как отображать. То есть скажем на моем сайте, видите, я сделал в три колонки. Это результат поиска записей. Можно, конечно, так оставить, если хотите. То есть поиск будет вот так. Большими такими плитками отображаются на сайте. Я перехожу в дизайн, макет. Здесь выбираю сетка. То есть вот так у меня уже выводится в три колонки. Мне этого достаточно. Дальше уже по настройкам здесь уже нет особых каких-то критерий. Здесь уже ваша инициатива, дизайн сами сможете, я думаю, настроить. Сейчас именно надо проверить, как у нас поиск работает. Ну, скажем, например, давайте займемся внешним видом. Возьмем фон и попробуем сделать градиент для поиска. То есть вот здесь я возьму, например, свой цвет этого, своего дизайна, своего сайта. А здесь вместо зеленого, например, пускай будет вот такой желтый или, ну, пускай будет, ладно, вот такой. То есть эта страница вот так должна выглядеть у всех страниц, когда человек что-то ищет на вашем сайте. То есть вот такой должен быть сзади background, и вот так вот такими плитками должно вываливаться результат поиска. Например, это ваши записи. То есть это обложки к записям, заголовки, метаданные и краткое описание. На этом уровне давайте посмотрим, что у нас получается. Крестик здесь нажму, сохранить и выйти. Здесь я не забываю нажать сохранить изменения. И это очень легко проверить, да. То есть давайте сначала просто обновим страницу. Поиски. Нажимаю на поиск. Например, ищу по слову Elementor, нажимаю Enter. Как вы видите, у нас все работает. То есть у меня только две записи, поэтому вы видите только их две. Всего две записи с этим ключевым словом. Вот они выскакивают, все хорошо. И сзади, видите, я вам наглядно показываю, у нас градиент. То есть это будет для всех результатов поиски вот такой дизайн. Подвал здесь у нас тоже автоматически подставляется кастомный. Здесь все в порядке. Соответственно, если я кликаю по какой-то заинтересовавшей мне записи, я уже перехожу в обычную запись, так сказать, и в тот дизайн, который мы настраивали в прошлом видео. Ну и теперь давайте посмотрим, как сделать ошибку 404, именно дизайн этой ошибки. Нажимаю здесь добавить новый шаблон. В самый низ прокручиваю, ставлю птичку напротив 404 Page. Нажимаю создать шаблон. Дальше я нажимаю в среднюю плитку. Создать собственное тело. Выбирайте количество соотношений колонок. Я выбираю одна колонка. Здесь можете уже все что угодно. Обычно пишут 404, обязательно надо написать. Ниже можно писать текст страницы не найдено. И поставить еще кнопку перейти на главную страницу. Обычно это вот бывает так. Но бывает еще ставят какую-то красивую картинку по теме сайта. Все что угодно может быть. Посмотрите в интернете, просто в поиск в весе 404 страницы. И посмотрите именно картинки, как бывает оформлено у сайтов такие страницы интересным образом. Здесь я просто выбираю текст. Пишу здесь 404. Перейду в дизайн. Выставлю по центру. Сделаю размер побольше. Сделаю белого цвета. Так как у меня основная секция будет вот такого цвета. Дальше уже просто не буду тратить ваше время. Понятное дело, вы уже умеете строить страницы с помощью DVPatchBuilder. Просто набросайте текст. Я вам сказал, что важно обязательно эта страница была. Именно вот эта 404. Внизу страница не найдена. И кнопка перейти на главную. Ну и еще можете красиво украсить какую-то рядом картинку или сзади картинку background. На ваше усмотрение. Мне самое главное было показать вам, как это все реализовывается. Здесь я нажимаю крестик. Сохранить и выйти. Здесь не забываем нажать сохраниться на этой странице. И теперь давайте проверим. Я вызову искусственно неправильный адрес. И вот в принципе все работает. Да, у нас немножко полоска такая узковата, потому что здесь в принципе почти нет контента. Полоска, я имею ввиду вот это наше тело страницы. Видите, оно узенькое, как действительно, как полоска выглядит. Огромный подвал и шапка сайта. Можно еще зайти в настройки основной секции. Перейти в дизайн. Перейти в размеры. И минимальная высота или высота. Ну, сделать там, я не знаю, какой-то размер. 1000 пикселей. А вот этот текст, да, например, тоже отступами немножко вниз отступить. И тогда получится, вот я немножко отступил, побольше, да, такая страница. В любом случае, если сюда добавите картинку, у вас уже будет контент шире. Если вас плагин DV Page Builder заинтересовал, приобрести его вы можете по ссылке в описании к этому видео. Покупай DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Подписывайтесь на наш канал.